Сообщение из столицы Среднего Урала. Православная служба «Милосердие» провела пасхальный праздник для бездомных и малоимущих. Началось мероприятие с общей молитвы, затем концерт, а завершилось вручением подарков. Один из проектов службы – автобус «Милосердие». В нем бездомные получают регулярную помощь. Приходящих туда и позвали на праздник в собор Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня Пасха у нас. Ну как празднование Пасхи? Первый раз сегодня пригласили нас. Женщина какая-то нам адрес сказала. Вот мы и пришли. Чего ожидаете от этого праздника? Ну, радости, конечно. Концерт посмотреть, пообщаться. Сначала всех пригласили на непродолжительную молитву в храм. Вот каждый из нас является маленькой частью церкви, тела Христова. А внутри церкви, в сердцевине, есть литургия, таинство, в котором человек соединяется с самим Богом, с самим Христом, в таинстве причастия. И вот я, конечно, очень пожалел, что мы вас не пригласили сегодня на литургию. Что в следующий раз обязательно на такие праздники мы будем сначала вместе молиться, вместе литургию совершать. Вот, а потом уже все там концерты, застолья. Продолжилось общение за праздничным столом. Приходской детский хор подготовил стихи и песни. К сожалению, могут не все просто идти вперед, но тот, кто с Богом идет, счастье найдет. Выступали и сами подопечные автобуса «Милосердие». А сановыш не встречали, не прошло недели, да распяли. Мы будем радовать людей, возвещать о воскрешенном Христе, но и при этом еще напомним о том, какие события этому предшествовали. Чтобы песней людей как-то сподвигнуть к какому-то духовному росту, к мыслям, потому что надо мысленно всегда понимать, что мы не одни. А вы сами какую-то помощь от службы «Милосердие» получали когда-нибудь? Да, мы были в ожидании жилья. У меня муж сирота, и мы 12 лет были в ожидании жилья. В различных условиях жили, вообще с разными людьми сталкивались, и нам «Милосердие» всегда помогало. Непосредственно автобус «Милосердие». Мы вообще со всеми подружились, а теперь мы получили квартиру перед Новым годом, мы так счастливы. Но в другом городе, правда, но теперь забыть всех людей, с которыми мы здесь подружились, вообще в Екатеринбурге. Ну, как бы забыть, это будет нечестно. И да, и не хочется, хочется всех дальше видеть, со всеми общаться, поддерживать отношения. В завершение праздника была сделана общая фотография и вручены подарки. В наборе носки, зубная паста, щетка, мыло, консервы, чай, шоколад и сыр. Для обычных людей все это товары повседневного спроса. Но для участников сегодняшнего мероприятия это настоящий пасхальный подарок. Праздник прошел в уютной домашней семейной атмосфере. Чтобы знали, что на свете другое еще существует, что не все так плохо. Чтобы они увидели, что они кому-то нужны. Что они увидели, что мир не заканчивается за стенами их. Мирка, в котором они привыкли жить, в котором он может быть уютно, может быть им там лучше, чем в социальной среде. Ну, а здесь мы просто показали, что мы любим их, мы радуем. Субтитры сделал DimaTorzok